В отдел по надзору мы пришли не с пустыми руками. На стол специалисты легли самые распространенные продукты. Шоколад, майонез, кофе три в одном и лапша быстрого приготовления. Конечно, полноценного исследования у нас не получилось, да и цели мы такой не ставили. Просто посмотрели, из чего состоит и действительно ли соответствует всем нормативам. И вот если у нас в руках шоколад, то мы можем с вами обратиться опять же к этим нормативным документам нашим и посмотреть, что да, на самом деле действительно шоколад, продукты из какао, имеют нормативную базу. То есть они имеют в своем составе пищевые добавки. Вот допустим, пищевая добавка, лимонная кислота, всем известна лимонная кислота Е330. Есть норматив 5 грамм на килограмм этого продукта. То есть если производитель использует в своем составе этого продукта лимонную кислоту, он, конечно, на этикетке нам покажет состав Е330. Чтобы шоколад имел именно такую форму, цвет и вкус, без пищевых добавок не обойтись. И по мнению специалистов, переживать о том, что их будет слишком много, и даже некоторые из них будут вредные, не надо. Ведь производителю нет смысла самому себя топить и добавлять в продукт что-то вредное. Все в пределах допустимого. Я хочу гарантировать, что то, что указал производитель на этикетку, оно уже будет разрешено и допущено в применении. Неразрешенного какого-то компонента в продукте не будет. Никто не даст такое согласование, никто не выпустит продукт в производство. Проверять производителей, да и прилавки магазинов Роспотребнадзор не может чаще одного раза в три года. Правда, неожиданно нагрянуть проверка все же может. Но только лишь в том случае, если есть жалобы потребителей. Поэтому нам ничего не остается делать, как быть более бдительными, все же довериться добросовестности производителей. Татьяна Кашилко, Роман Боричев, Новости дня.